ребят всем здравствуйте сегодня у меня в ванной комнате происходит процесс будет происходить процесс лечения и восстановления я вам хочу показать именно те орхидеи которые у меня с последнего прихода и которые у меня с предпоследнего прихода подростки вот это именно подростки эти уже взрослые растения вот я вам вообще хочу пока но не то чтобы доказать и все такое конечно я обязательно буду ховастать именно те орхидеи которые из последнего прихода и чтобы вы вообще понимали всю картину как я ранее говорила вот эти вот орхидеи ко мне пришли и я знаете я очень сильно расстроилась по поводу того что продавец мне ответила но вот на все это испорчено вот эти две орхидеи они до испорчено сейчас чтобы не быть голосована я вам покажу вот смотрите кстати 850 рублей я ее за 850 рублей покупала а вот эти вот кусты огроменного даже я не они он даже в экран не помещаются посмотрите ком корне вот вы даже в магазинах в голландских даже такого не увидите никогда абсолютно посмотрите какой гигант 900 рублей или 950 чуть не помню ну может быть рублей 100 у них разница вот орхидея также за 850 рублей мне было доставлено понятно конечно что вообще мы в первую очередь орхидеи покупаем за сорт сейчас покажу как она выглядела и сейчас покажу как выглядела вот это орхидея может быть разница у них есть да особо это big lip там вообще такой красавец раскрасаюсь но по итогу что я получила на что мне продавец ответил но они живут несут свои убытки им же приходят такие растения и я так понимаю смысл что им это же куда-то всю эту гниль то нужно девать поэтому они их продают вот эти вот две орхидеи они пришли в размере 2 и 5 а этим размере 3 и 5 вот то же самое посмотрите это орхидея я ее изначально вообще как бы себе хотела сорт у них кстати вот стой одинаковый хотела изначально ее оставить себе по причине того что у нее вот корневая гниль это все корни вот она изначально прямом атаке пришло и сейчас уже так скажем медлить лечил один раз привык урон сейчас медлить уже нельзя я хотела думала я что мне не придется и лечить я пролечу ее фунгицидом и будет все нормально но гниль идет уже изнутри и орхидеи сжирает давайте посмотрим орхидеи вот это вот знаете сейчас покажу как она выглядит она стоит всего лишь 900 рублей почему его не покупают я не знаю это орхидея знаете такого желто салатового многие догоняют салатовую орхидею у нее желтый цвет в салатовом оттенке то есть это практически салатового цвета орхидеи посмотрите тоже какое изобилие корней вообще вот шок если честно вообще шок такая красота два растения в горшке единственная орхидея которая пришла именно вот так но естественно я ее себе оставила но оставила потому что вообще изначально хотела себе салатовую вот эти орхидеи я здесь выставила по причине того чтобы вам их показать и по причине того что мне необходимо будет обработать их аберроном прошло уже полтора суток я ничего даже полив и осуществлять не буду по мере того как просохнет мог и просохнет корневая там вообще очень сильно мокро прям вообще болото почему садовник так их поливается я не знаю в общем развила аберрон в наличии он у меня есть всегда приобретайте покупайте сейчас я только им работаю как препаратами сектор корицидом и развожу три капли на 100 грамм воды здесь у меня 200 грамм воды потому что помимо этих орхидеи мне нужно там еще и водичку мне останется все со всех сторон я их просто обрабатываю протираю здесь вот если честно по поводу аберрона но не имеет так скажем значение когда обрабатывать днем ночью вечером и все на свете у меня сейчас день и вот я решила их именно сейчас пока зашла в ванную пока буду сейчас работаю со всякими препаратами я их заодно и обработаю опрыскивать я их не стану ну потому что вдруг не дай бог какая-то зайдет гниль а я сейчас буду уезжать мне это ни к чему просто если я их проработаю именно протру и поставлю куда-то в отдельное место на свое адаптационное окно я думаю что будет нормально им будет хватать только лишь именно такого метода обработки все все орхидеи сейчас новиночки я протираю и отставляю и кстати ранее я говорила о том что их мне орхидеи новички необходимо будет также обрабатывать я решила для себя что я буду их обрабатывать различными фунгицидами но сейчас глядя на их состояние посмотрите еще раз вот 2 архидеи сидят посмотрите корни всем корням корни все новое все активное все хорошее и я думаю что сейчас лезьте к ним в плане фунгицидов смысла нет если бы были какие-то пятнышки там что-то непонятное нет если была бы не активная корневая плюс какие-то там различные но с вкрапления такие черные непонятны я бы конечно ее обработала по тут все вот идеально прям идеальный цветок ребят и вообще жители моего города приобретайте сейчас пока в наличии есть потом заберу везу с собой и для тех кто не знает почему именно а беру потому что это на мой взгляд единственный на данный момент препарат который я нашла и работаю именно от красного клеща он от любых разведываю он от любых видов клещей вообще абсолютно от любых видов но именно с красным клещом мне помог побороться и убить это насекомое только лишь а беру поэтому всем рекомендую обязательно и плюс конечно у него еще тот что он убивает не только ну так скажем взрослых вот этих вот вредителей он еще убивает личинки и плюс яйца не каждый препарат может дать такие результаты ну что ж давайте приступим к этим орхидеям вот изначально видите они идут вот так это видимо я так предполагаю что продавец и все это дело тут рассмотрел уже надо отправки растребушил так скажем и мне их отправил но мог я могу даже сухие вообще по идее конечно нужно желательно было бы это все намочить и тогда только убирать мог здесь уже все плохое все испорчено давайте будем отрезать что плохое убирать все что шуршит кстати этот орхидея у нее уже не только была корневая гниль здесь вот лист я обрезала потому что начала образовав образовываться мокрое пятно вот это вот эта мокрая гниль и я ее только лишь срезала до здоровой ткани зеленку ей вместо среза примазала и все больше ничего не делала все орхидея полностью реанимационные прям вообще вот у меня мой вообще все даже вот что останется но она здесь видите на данный момент сухая можно вот прямо здесь и сейчас ее уже поставить в бутылку вот что осталось осталось вот этот вот корешочек все потому что изначально орхидея приехала с гнившими корнями вот этот пенечек ладно давайте его маленько отстригну ну там нормально внутри здоровый тоже кто-то меня спрашивал именно вот видите вокруг получается что вот это все что вокруг возле именно вот это его ствола возле попочки так скажем вот это вот все она но такое черно-коричневая некрасивая его можно вот если это уже засохший там 100 так скажем старый процесс его видно что они новые засохшие она не свежая не мокрая и вот когда срезаешь место среза здоровенькая чистенько то вокруг можно уже ничего не очищать и кто-то возможно будет думать о том что у орхидеям было мокрое пятно а мокрое пятно когда вот здесь образуется очень быстро но в основном это бактериальная гниль которая очень быстро разрастается все поедать но это орхидея уже стоит две недели после того момента как я ее срезала и ничего страшного за этот период не случилось значите так скажем ну либо может быть конечно я ничего не говорю может быть именно само заболевание в спящем состоянии находится и не прогрессирует если я сейчас ее поставлю вообще как для вот таких вот орхидеи которые с мокрой гнилью обычно их в теплице не усаживают их нара им наращивают корни другим образом но опять вот но вот каким образом даже если ставить на над керамзитом там где-то еще именно ли сама реанимация заключается в том чтобы вокруг орхидеи было именно интенсивное испарение не знаете как сказать палка о двух концах потому что при заболевании нельзя влажность при наращивании корневой она необходима но посмотрим что же теперь делать посмотрим я решила вот сейчас для нее используйте вот такой вот очень хороший антистрессовый препарат он также помогает именно при наращивании корневой и все на свете но это мои личные результаты я очень рада потому что он у меня появился спасибо большое моим подписчикам за подсказку в общем высчитав все эти пропорции идет вообще полтора нет если очень стрессовый препарат идет именно три миллилитра на литр воды и рассчитав все прочитав я поняла что мне необходимо будет для наилучшей и точной дозировки чтобы хорошо все это прочитать использовать лучше всего инсулиновой шприц и здесь все до миллиметра так скажем мне необходимо 0 целых 375 но я буду добавлять на 100 грамм но там 100 125 по идее должно быть здесь тоже все это вот так вот рассчитывать сложно налила 100 и отправляю орхидею сейчас конечно на ее место жительства в реанимацию именно таким методом только таким методом я наращиваю корни орхидеи конечно кто-то пишет что им не подходит да может быть и не подойдет каждому как говорится свое я пробовала ну может быть плохо пробовала не знаю нужно будет попробовать еще орхидеи именно наращивать на керамзите все вот таким образом видите что есть крышечка я до конца ее вообще никогда закрывать не буду все равно вот эти вот пустоты они должны быть для того чтобы орхидея имела свойства то скажем дышать если все плотно закрыть то орхидея может уйти вархарай вот это орхидея и оставила себе но по причине корневой гнили не хотела я ее отсюда доставать как вообще конечно многие говорят и пишет о том но я тоже там говорю что орхидея не трогайте вот корневую гниль еще здесь можно было бы простить и никак не трогать но что меня смущает и почему мне придется и отсюда доставать посмотрите у нее чернец твой возможно что там же есть что-то очень-очень плохое чтобы мне сейчас сразу не брать и не доставать от обрезка моментально я просто отсоединяю лист и смотрю что же там под листиком давайте вместе с вами заглянем вот она но не смогла нет у нее силы все вот уже прям нету силы бороться все здесь ребят бедам прям вообще беда беда вот с одной стороны знаете сейчас покажу почему беда вот это все от стригнуть не нужно мне тоже в комментариях писать все режете у вас орхидеи умирают по этому поводу вот смотрите что кстати одна из но моих покупательниц но те орхидеи которые она покупала именно вот такие вот азиатские брала на не знаю в городе у другого именно продавца и она мне показывала фотографии ли на что делать вот она и есть это мокрая гниль все видите как она быстро моментально разрушает орхидеи никакие теперь уже фунгициды ей не помогут ей вообще уже все ничего не поможет орхидея отправляется в орхарай весь твой мокрый все мокрюче вон оно все все и ей пришли тоже орхидеи вот она мне то еще более менее повезло так скажем но и посылка шла очень быстро у нее также а у нее это вообще полностью все вот эти листья вообще вот прям мокрые все там будет гниль их поразило и не смог человек их спасти но отправляют да вот такие вот отправляют зараженные орхидеи так скажем и есть такие наглые продавцы которые ведут себя именно вот так ну что ж ребят все здесь уже ничего не сохранишь все даже если вот это все убираешь можно было бы оставить даже один листик но под ним тоже если посмотреть вот видите вот это вот место это все вот уже съедено срезаешь и вот он лист раздваивается орхидеи больше нет ну что ж ребят хочу вам единственное пожелать а вернее посоветовать чтобы вы всегда перед тем как вам орхидеи отправляют чтобы вы смотрели что у вас там и как у вас там нравится не нравится если не нравится менять мне не повезло теперь у меня нет данного сорта теперь у меня есть одна орхидеи дай бог чтобы я ее смогла восстановить попробуем конечно я в дальнейшем буду видео записывать если она конечно выживет я вам буду обязательно показывать эти результаты вот такая вот у меня идет вообще борьба вот недавно я но не то чтобы потеряла до дикого кота я вам недавно показывала орхидею именно сорта дикий кот сейчас у ссылку дам на это видео где я его транслировала и о орхидеи вот сейчас со временем смотрю отличила лечила фунгицидами не смогла вылечить кстати что говорит давайте я вам его покажу вот он я ранее вообще говорила о том что у него нет никакого прогресса так скажем не наращиваются листья не наращиваются корневая цветение там какое-то мало малыш на и было вообще неправильно был его окрас но это так скажем я так предполагаю что орхидея решила в свой последний путь дать мне свое цветение но я это цветение убрала я лечила его два раза фитоловином и один раз привыкуром и именно на третье лечение орхидеи надо было конечно показать но времени не было и все бы лишь бы убрать отсюда предположим этот лист он вообще вот прям он просто пожелтел у не то чтобы там снизу начал желтеть там основании он просто начал желтеть я смотрю приглядываясь у него шея была практически вот как у это орхидея которая я сейчас выбросила шея была такая же там начала образовываться мокрая гниль это говорит о том что мои орхидеи но некоторый конечно не говорю о том что вот я некоторые орхидеи отставила там сейчас у меня стоят пять штук которые сомнительны на данный момент они но вроде бы нормальные стоят все как сказать они и не проявляют свою какую-то болезнь но тем не менее я их отставила в сторону потому что нет новых корней нет новых листьев думаю пусть я так подозреваю что у некоторых из орхидеи было именно бактериальное заболевание я вам тоже видео щас дам ссылку покажу как вообще какие орхидеи у меня ранее были я их пыталась лечить антибиотиками ничего если честно сказать не помогло правильно говорится что бактериальное заболевание это именно как но чума у людей а и чума здесь чума для орхидей вот идет нашествие и ты уже его тебе тяжело его установить либо у тебя остается вот что от орхидей либо у тебя остается вот так вот что от орхидеи но я конечно сейчас их стараюсь предотвратить какие могу я их спасаю ребят пожелаетесь больше мне не связываться с этим заболеванием чтобы я скорее его вылечила а вашим желаю орхидеям конечно никогда не иметь таких дел и что все у них было хорошо всем большое спасибо за просмотр обязательно подписывайтесь на мой канал всем пока